Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Услышанном только что нами в евангельском повествовании Господь Иисус Христос предупреждает нас, если мы хотим быть с Богом, если мы желаем достичь Его Царства Вечности, мы должны выстраивать всю свою жизнь так, как того требует закон Божий. Человеческая душа не может быть пустой. Человек, по замечанию святых отцов, подобен сосуду, который может быть заполнен только тем, к чему сам имеет расположение. Если человек стремится к добру, в таком случае он, вполне естественно, заполняется добром и благодатью Божией. Если же человек вместо Божественной благодати предпочитает нечто тварное, временное, приходящее, тогда сосуд его души также будет заполнен временными ценностями. Если человек стремится к Богу, Бог будет обитать в его душе. Но если человек своей жизнью противится Богу, тогда вместо Бога, его душе и его сердце поселится сила, которая несет с собой только разрушение и смерть, то есть бесы. Святитель Иоанн Златуус пишет, Это значит, что невозможно одновременно служить и Богу, и греховным страстям и порокам. Компромисса в данном случае нет и быть не может. Либо Бог, либо дьявол. Третьего не дано. Раскрывая перед иудеями всю опасность влияния и действия бесовских сил, Христос Спаситель говорит, Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, Возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Толкуя данные слова, блаженный Феофилак Болгарский замечает, что сказанное Христом относится в первую очередь к народу иудейскому, который должен был принять Христа, но по своему жестокосердию не только не принял его, но еще и убил, и тем самым вовлек себя в еще худшее и тягчайшее служение дьяволу. А святитель Илари Пиктовийский пишет еще более подробно. Человек – это народ иудейский. Этот народ готовился Богом к принятию Мессии Христа, и потому нечистый дух должен был покинуть его. Однако, несмотря на все приготовления, иудейский народ так и не принял Господа как своего спасителя, а потому бес вернулся к нему и нашел его выметенным и убранным. В данном случае убранность и приготовленность дома символизирует тот процесс, который произвел над богоизбранным народом иудейским ветхозаветный закон. Именно закон должен был очистить еврейский народ и приготовить его к принятию Мессии. Закон свое дело выполнил, но народ в последний момент отвернулся от своего спасителя и Мессии. И в итоге иудейский народ впал в еще большее беснование, как откровенное противление Богу, почему Христос с сожалением и отмечает, и бывает для человека того последнее, хуже первого. Приведенный Господом пример с домом, заселенным нечистыми духами, это образ того самого худшего, что только может произойти с человеческой душой. По словам святителя Иоанна Затусто, душа – это самое драгоценное сокровище в очах Божьих, ради которого Господь готов на все, даже на смерть. Но, к сожалению, очень часто бывает так, что Бог более ценит человеческую душу, чем сам человек. Зачастую человек настолько небрежет о своей душе, что готов предоставить ее в пользование нечистым духом ради мелочных ценностей временной земной жизни. В связи с этим преподобный Ефрем Сирин предупреждает каждого из нас. «Человек, твоя душа сотворена по образу Божью, посему бойся запятнать этот образ грязными грехами и тем самым лишиться блаженства». Помня об этих словах преподобного, мы должны стараться как можно внимательнее относиться к собственной душе, беречь ее в чистоте, добродетели и не давать нечистым духам возможности приблизиться к ней и тем более соделать ее своим жилищем. Ведь только в таком случае душа, преодолев всевозможные искушения и наваждения темных бесовских сил станет готовой и достойной унаследовать вечную жизнь и райское блаженство вместе со своим Творцом Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова